Всем привет! Сегодня будем делать подсолнух и для начала подготовим форму. Мне понадобится несколько 9 литровых бутылок. Вам пока только одна. Итак, от бутылки отрезаем вверх и низ. Середина не нужна. Две детали нужно вставить одну в другую и затем зафиксировать ее скотчем. Я сделала формы для разных размеров. В моей композиции будут цветы, полубутоны и бутоны. Так как один из цветов должен быть большим, мне понадобится картонный круг. Диаметр круга 30 сантиметров. Для фиксации картонного круга к форме я воспользуюсь хомутами. Мне понадобится отвертка для проделывания отверстий, но лучше отвертку нагреть. В пластике отверстия проделаны. Проделаем соответствующие в картоне и закрепим их пластиковыми хомутами. Теперь две части бутылки соединим с помощью малярного скотча. Формы готовы. У меня одна большая и две для цветов поменьше и формы для бутонов. Для начала сделаем самое сложное в этом цветке. Середина. Выглядит она вот так. Для середины я использую несколько цветов. Начнем с зеленой бумаги. От рулона отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Нарезаем на отрезки 8 сантиметров. Разрезаем его пополам. Еще раз пополам. В итоге получили 4 полоски по 2 сантиметра на 50 сантиметров. Сложим полоску для удобства и прорежем с обеих сторон не до конца. Сейчас нам предстоит нарезать ее в мелкую бахрому. Это сложный процесс и я постоянно разрезала ленту. Но вас научу. Нам понадобится полоска из плотного картона 2 с половиной сантиметров на 6 сантиметров. Сложим ее пополам. Вложим зеленую заготовку в картон и теперь можно нарезать не опасаясь. Процесс остается долгим, но уже не таким сложным. Нарезаем этим способом все зеленые полоски. После нарезания бахромы соберем в небольшие пучки и немного разотрем между пальцами. Для середины возьму цвет охры и черный. От рулона бумаги отмеряю и отрезаю 50 сантиметров. Черной бумаге тоже понадобится 50 сантиметров. Сложим бумагу для удобства и отрежем 16 сантиметров. Остальные пока в сторону. Разрезаем всю полоску по 2 сантиметра. Полоски с помощью волшебной картонки нарезаем в мелкую бахрому. Чем мельче будет бахрома, тем лучше. Все полоски предстоит нарезать аналогично. Теперь бахрому немного скрутим. Скручивание это просто растирание между пальцами. Ленты цвета охры в сторону. Весь процесс повторим с черной бумагой. Отмеряем 18 сантиметров и отрезаем. Затем разрежем полотно на полоски по 2 сантиметра. Все ленты превратим в мелкую бахрому и немного подкрутим. Процесс долгий и местами нудный, но финал того стоит. Ленты нарезаны. Начнем сборку середины. Ее предстоит скручивая, склеивать у основания. Для упрощения процесса воспользуюсь отягощением. У меня это тележка. Поверх зеленой бумаги зафиксируем черную. Склеим зеленые полоски между собой. И снова черная полоска поверх. Думаю процесс понятен. Зеленые полоски закончились. К черной ленте присоединяем еще одну. Отложим 30 сантиметров и начнем клеить поверх черных лент ленту цвета охры. И весь процесс продолжаем, пока ленты не закончатся. Черные ленты у меня закончились. Подрежу еще. 30 сантиметров режу по 2 сантиметра. Затем все ленты в бахрому. Не забываем немного ее подкрутить. Я склеила между собой ленты цвета охры. Теперь буду наклеивать поверх черные ленты. Лента стала длинной и ее пора начать скручивать. В процессе скручивания очень важно следить за верхней частью середины. Она должна быть на одном уровне. Продолжение следует... ... Субтитры сделал DimaTorzok В процессе скручивания бахрома начинает наклоняться. Для выравнивания я буду использовать тонкие полоски шириной 0,5 см из темно-зеленой бумаги. Бумага может быть и черной и просто зеленой, какую мы использовали до этого. Ленты склею между собой и клею на середину, сделав 6-9 оборотов. А затем начинаем заново накручивать ленты с бахромой. Мои кончики снова загибаются, а значит время тонкой полоски. Делаем 6-9 оборотов и продолжаем накручивать ленты с бахромой. Моя длинная лента закончилась. Подрежем выступающую бахрому. Приложим середину к картону. Да, делать еще и делать. Берем остаток ленты цвета охры. Отрезок 32 см. Разрезаем по 3 см. Получится 10 лент по 3 см. И одна 2 см. 2 см режем в бахрому и черную полоску тоже. Затем склеенные две полоски закручиваем на середину. Берем ленты цвета охры 3 см и нарезаем все в ту же бахрому. Все ленты немного подкрутим. С лентами черного цвета сделаем то же самое. Ленты готовы. Немного подправим наклон нашей середины с помощью вспомогательных лент. Соединим все ленты цвета охры между собой. Теперь поверх ленты цвета охры клеим ленту черного цвета, совмещая их у основания. И так проделываем, пока черные ленты не закончатся. Возвращаемся к середине и начинаем клеить ленту по кругу, совмещая ленту у основания. Моя середина практически закрыла картонный круг. Осталось по 3-4 см по краям. Время переходить к бумаге более веселой. Берем рулон итальянской гофрированной бумаги плотностью 180 грамм оттенок 574. Сначала поработаем с зеленой бумагой. От рулона отмеряем и отрезаем 25 см. От полученного полотна отрезаем 18 см и 18 см. Складываем его на 3 части и пополам. Разрезаем с обеих сторон. Получаем заготовки 4 на 18 см. Слегка растянем полоски по середине. Ими предстоит заклеить пластиковую форму цветка. Клеим по кругу внахлёст. Стараемся заводить бумагу между картоном и формой. Да, эти полоски могут быть длиннее 18 см. Все зависит от высоты формы. Клей наношу на весь листок. Особенно уделяю внимание краям. Если в процессе образуются складки, я их оставляю. Последняя полоска заняла свое место. Наша форма оформлена. На картонный круг примеряю середину. И обвожу ее карандашом. Время желтой бумаги. От рулона отмеряем и отрезаем 50 см. Полотно сложу для удобства и разрезаю на 20, 20 и 10 см. Полотно 20 см складываю пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Из заготовок вырезаю заостренные лепестки. Лепестки немного растянуть посередине. Все нарезанные полоски превращаем в лепестки солнечного цвета. Способ вырезания лепестков выбирайте сами, которые вам подходят больше всего. На картонный круг клеим желтые лепестки. На самый край, отступив 1 см. Клеим по кругу, слегка присборяя лепестки у основания. Клеим внахлёст. Думаю, лепестки стоит еще подрезать. От рулона желтой бумаги отмеряю и отрезаю 50 см. Полотно режу на 20, 20 и 10 см. Из полосок 20 см вырезаем заостренные лепестки. Слегка растягиваем посередине. Лепестки готовы, продолжаем их клеить. Последний лепесток первого ряда наклеим. У меня осталось только 2 лепестка. Займемся сейчас двумя полосками 10 см. Сложим пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Разрезаем с обеих сторон до конца. Полученные заготовки разрежем еще раз пополам. Получили заготовки 4 на 10 см. Со второй полоской делаем все то же самое. Из полученных заготовок вырезаю заостренные лепестки. Немного растянуть посередине и немного подкрутить у основания. Возвращаемся к форме. Лепестки клеим по кругу, немного заходя за очерченную линию клеем в нахлёст. Лепестков мне не хватило и я их подрезала еще. Ряд завершен. Приложим в середину. Ну вот, уже отлично. Но я хочу лепестки слегка загнуть. От рулона бумаги отмеряю и отрезаю 50 см. Сложу полотно и разрежу его на 20, 20 и 10 см. Из отрезков 20 см нарежем лепестки. Из лент 10 см тоже нарезаем лепестки. Маленькие лепестки нужно сложить вот таким способом. Большие лепестки клеим на обратную сторону картона, заходя и на картон и на лепестки. Лепестки закончились, ряд завершен. Разворачиваем цветок. Время маленьких загнутых лепестков. Клеим их чуть отступив от предыдущего ряда. Клеим по кругу с небольшим нахлёстом. Мне маленьких лепестков не хватило. Подрежу ещё. От рулона отмеряю и отрезаю 15 см. Полотно разрезаю на 5 равных отрезков по 10 см. Каждое полотно сложить пополам и на 3 части. Разрезаем до конца с обеих сторон. Вырезаем заостренные лепестки. Слегка растягиваем по середине. Лепестки готовы. Завершаем начатое. В центр картонного круга наклеим немного мягкой бумаги. Это позволит немного выгнуть середину. На середину густо-густо наносим клей и фиксируем на картонное основание. Подержать нужно подольше, чтобы клей схватился. Получилось довольно красиво. От рулона зеленой бумаги отмеряем и отрезаем 50 см. Полученное полотно делим на 3 равные части по 16 см. Сложим пополам, еще раз пополам и на 3 части. Вырезаем до конца с обеих сторон. Из заготовок вырезаю острые лепестки. Немного растяну посередине. На банку переверну цветок, чтобы не помять лепестки и начнем клеить зеленую листву. Клеим по кругу, заходя под пластиковую форму. Клеим с нахлёстом. Оставшиеся лепесточки пускаю на второй ряд. Зелень наклеена, цветок готов. Горловину обклеим полоской зеленой бумаги. Главное не клеить в районе резьбы. Для композиции мне понадобятся цветы маленького размера. Их можно сделать по аналогии, просто не прибегать к картонному кругу для увеличения диаметра. Лепестки клеить непосредственно на пластиковую форму. А в остальном все тоже самое. Для композиции мне понадобится ведро, обычное строительное. Я задекорирую его заборчиком, вырезанным из картона. Ширина досочки 4 см, высота 29 см. Заборчик будет немного возвышаться над ведром. Дополнительные картонные полоски шириной 2 см и длиной, исходя из диаметра вашего ведра. И картонные кружочки диаметром 1 см. Красить забор буду с помощью коричневой и белой акриловой краски. Сначала все полоски красим в белый цвет. Акрил быстро сохнет и это хорошо. Красим одну сторону полностью, вторую сторону до середины. Коричневой краской рисуем на заборе текстуру дерева. Медной акриловой краской подкрашу кружочки и длинные ленты, которые предварительно выкрашены в коричневый цвет. Трубы забетонированы в ведро и обернуты зеленой бумагой. Ведро я задекорирую зеленой бумагой травного цвета. Сначала клею длинные полоски 2 см по окружности ведра. Затем поверху с небольшими промежутками фиксирую досочки и шляпки. Между досками фиксирую зелень. Цемент закрываю плотной зеленой бумагой и фиксирую на клей. Заранее я приготовила цветы-колокольчики и для оживления на забор бабочку. Думаю, горшок удался. Будут вопросы по колокольчикам? Пишите. Ну и, конечно, листья и бутоны. Получилось солнечно. А у меня на этом все. Удивляйте сами, удивляйте и радуйте близких. Не болейте. Всем удачи. Пока-пока.